В ООН призвали власти Франции В ООН призвали власти Франции обеспечить порядок, чтобы применение силы полиции для борьбы с проявлением насилия на демонстрациях всегда соответствовало принципам законности. Любые случаи неправомерного применения силы должны быть оперативно расследованы, подчеркнула Шамдасани. По сообщениям СМИ, протесты и беспорядки вспыхнули во Франции в ночь на среду после инцидента в пригороде Парижа. Полицейский патруль остановил 17-летнего водителя за нарушение правил. Подросток был застрелен после того, как попытался скрыться. В четверг вечером в Нантере, где родился и жил подросток, тысячи протестующих вышли на улицы с мирной демонстрацией, требуя наказать полицейских. Вскоре протесты вылились в массовые беспорядки и источки с полицией, которые на сегодняшний день охватили кроме Парижа и Нантера, многие другие города Франции, включая Марсель, Лион, Тулузу и Лиль. Транспорты и выбросы домохозяйств больше всего загрязняют воздух и влияют на смертность. К такому выводу пришли ученые из Института глобального здоровья в Барселоне. Они проанализировали данные 857 европейских городов. Исследование опубликовано в журнале Lancet Public Health. Группа ученых анализировала происхождение мелких частиц пыли и диоксида азота. Они считаются наиболее опасными компонентами воздуха в городах. Согласно исследованию, наибольшую роль смертность от мельчайших частиц пыли внесли выбросы домохозяйств. Их вклад составил около 22,7%. Другими важными загрязнителями были названы промышленность и транспорт. Как считают исследователи, основная причина высоких выбросов загрязняющих веществ домохозяйствами – сжигание биомассы и угля для отопления. Повышение цен на ископаемое топливо и климатическая политика привели к росту использования биотоплива. Но его натуральное происхождение не отменяет вреда для здоровья при сжигании, заявила Саша Хоменко, одна из соавторов исследования. Еще одним исследуемым компонентом был диоксид азота – это ядовитый газ рыжего цвета. Наибольший вклад в его выбросы внесли транспорт, промышленность и энергетика. При этом выяснилось, что выхлопные газы повлияли практически на половину смертей, связанных с присутствием в воздухе диоксида азота. Оценка производилась на основе данных метеорологического и химического моделирования с использованием программы SHERPA. Этот инструмент позволяет увидеть, как изменяются концентрации загрязняющих веществ при сокращении выбросов в тех или иных местах. В австрийском университете нашли фрагмент старейшей книги в мире, пишет Fine Books Magazine. По подсчетам ученых Градского университета имени Карла и Франца, книга из папируса старших всех ранее известных книг на 400 лет. Фрагмент книги из Граца был создан в 260 году до н.э. Перед тем, как начать брошюровать страницы, человечество хранило информацию в свитках, на дощечках и т.д. Фрагмент папируса размером 15 на 25 см хранился в университете с 1904 года. Его обнаружили в полосках, которыми была обернута египетская мумия. Считалось, что фрагмент является кусочком свитка или письма. То, что папирус является частью книги, выяснилось во время реставрации. Выяснилось, что у фрагмента есть центральный сгиб и отверстие для скоб. Кроме того, текст написан в четко очерченных полях. Все это свидетельствует о том, что это была книга. По мнению ученых, скорее всего, это была записная книжка, в которую на греческом языке вносили информацию о налогах. Казахи, живущие в Лондоне, устроили флешмоб перед Биг Беном в честь Национального дня. Адамбры, местные жители и иностранные туристы были впечатлены силой казахского искусства, передает Казэмформ. Организатор мероприятия – посольство Казахстана в Великобритании. Цель – объединить в праздничный день наших соотечественников, временно проживающих в Лондоне по работе или учебе, и продемонстрировать иностранцам искусство и культуру казахского народа. Во флешмобе также приняли участие казахстанские студенты из соседних городов. Иностранных туристов, посещавших Биг Бен, очень заинтересовал национальный инструмент, а некоторые даже попробовали сыграть на дамбре. Моя дочь любит музыку, она услышала звуки дамбры и просто в оцепенении слушала исполнение музыкантов. Инструмент впечатлил нас, у него всего две струны, но какой прекрасный и мелодичный звук получается. Поделился впечатлениями один из зрителей, гражданин Австрии Иуда Вальтер. Послушать исполнение Кьюи собрались граждане США, Австрии и Индии. Они слушали музыку и не скрывали своего восхищения. Многие фотографировались с казахстанцами в национальных костюмах и хотели больше узнать о дамбре.